добрый день дорогие друзья меня зовут ярослава марбеков и сегодня я хочу вам рассказать как можно создать дистанционные соревнования с помощью сервиса kahut все мы знаем сервис kahut все мы им пользуемся и сегодня хочу показать дополнительные его возможности кто не знает kahut можно скачать в appstore с iphone или с android в play market то есть просто вводим kahut и находим его то есть появляется вот такой значок фиолетовый в моем случае он просил обновить вашем случае скачать будет скачаете его и открываете так он у меня здесь расположен сейчас мы откроем его kahut в общем это мобильное приложение kahut можно здесь же создавать различные задания с помощью кнопки create также можно уже ваши созданные вот майка хоть где расположенных с ними проводить различные челленджи сейчас я вам покажу вот например независимость до нажимаем на кнопку play у нас будет спрашивать два варианта челлендж или host life host life этой вы его применяете во время занятия то есть выводите на экран а челлендж вот это дистанционно можно установить окончание игры то есть можно дату время конкретно установить также есть различные опции которые можно также устанавливают там скрывать позицию игроков там размешать вопросы и так далее то есть если вы на свое усмотрение можете это поменять далее просто нажимаем create потом у нас показывает вот такой пароль или вы можете просто копировать ссылку переправлять или прямо отсюда другими способами можете отправить вашим студентам ссылку на этот челлендж то есть обычно я прикрепляю в шапке профиля в инстаграме или по ватсапу высылаю это очень удобно ребята заходят тестируются и все результаты у вас показаны будут сейчас я хочу показать уже по сыгранному челленджу результаты например вот этот возьмем и вот у вас вот так будет подиум показывает амали шербу отдал лет вот то есть количество игроков и на каких они местах на этом все спасибо с вами был ярослава марбеков подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте чтобы больше людей больше наших коллег смогли это увидеть надеюсь видео было полезным до свидания